В День памяти святого мученика Трифона, а также на праздник Сретения Господня, митрополит ташкентский узбекистанский Викентий молился вместе с жителями республики в Успенском кафедральном соборе. Многообразие оттенков и переливов золотого цвета – вот доминанта внутреннего убранства Успенского собора. Символ небесной славы, божественного промысла и духовного озарения золотой цвет настраивает на торжественный лад встречи с Богом. Но не только внешняя обстановка, но и внутренний настрой помогают нам найти путь к общению со Христом. Так было у мытаря Закхея, историю которого вспоминали за евангельским чтением. Дорогие братья и сестры, нам с вами тоже необходимо возвыситься над толпой, над сегодняшним мышлением нашего общества, над сознанием этого общества, которое не думает о вечности, о Царство Божие, не думает о своем спасении, а думает только о материальном благополучии, о земной жизни. И вот когда Закхей пожелал возвыситься над этой толпой, то он приобрел великое богатство, вечное и неизреченное. На следующий день архипастер вместе с мирянами и духовенством встретил праздник Средине Господне. Накануне Божественной Литургии в Успенском храме было также совершено всеночное бдение, посвященное этому древнейшему двунадесятому празднику. Помимо, Господь спасет нас, я бы благ и человек полюбит. В день, который часто называют праздником встречи человека с Богом, владыка Викентий подчеркнул, что самая важная встреча – это когда мы причащаемся телом и кровью Христовой, когда мы соединяемся со Христом. И когда Господь, войдя в нас святыми своими дарами и таинством, тело крови соединяется с нами, проходят все наши члены нашего телесного и духовного организма и преображает наше тело, когда мы стараемся жить по заповедям Божьим, по воле Божьей. Также архипастер подчеркнул, что отдаляют нас от Бога наши грехи. Мы удаляемся от Бога своими грехами, пороками, привязанностями к земным утехам и всякими другими делами, которые не угодны Богу. В конце своей проповеди владыка Викентий поздоровил всех с Днем православной молодежи и зачитал поздравительное обращение патриарха Московского и всеяруси Кирилла по случаю этого праздника.